Во время Роса Мандалы, это тоже место включено Роса Мандала, почему ветерок стал очень медленным? Потому что Росалила продолжалась. И самое важное в Росалиле, когда ветерочек дует с Гималайских гор, он достигает этого места и становится очень-очень медленным под тяжестью нектара, в которой была пропитана вся атмосфера Росалилы. Шримад Бхагаватан объясняется, для того, чтобы увидеть Росу Шри Бхагавана, «Тейч» означает «Луна» на Чандрасаруваре Гавартане. Однажды, когда Кришна совершал танец в течение одного дня Брахма, «Луна» также обрела большое желание увидеть Росу, и она в изумлении остановилась, и она находилась в неподвижности. Точно так же, как вода струится в Ямуне, точно так же Росалила мелодия флейты, остановила течение Ямуны, и она начала течь противоположным образом, заворачиваясь в круговороты, в водовороты. Так же повсюду божественные следы Кришны ведут нас на Гире Раджа Гавартхан. Это все под воздействием Расы. Раса означает... Человечный Вахачакравтида Кур дает значение, что Раса имеет четыре значения. Атмарам. Кришна, одно из Его имен — Атмарам. Тот, который является Атмой. Чематер Атмарам навсегда. Некоторые могут сказать, что Кришна наслаждается женщинами. На самом деле Он не танцует с другими женщинами, поэтому Его называют Атмарам, и примером тому служат. Если, например, я хочу обнять свое тело своими руками, или же прикоснуться одной рукой к другой руке, И в этом есть раз какая-то вина. Кришна танцовала со своими собственными в Раджа-гопи, которые являлись воплощением, воплощением самой Шимати Радхарани. А Шимати Радхарани, она ничем не отлична от Кришны. Шакти, Шактиман, они ничем не отличны. Когда Ши Кришна для того, чтобы совершать прекрасные лилы, он проявляет Шимати Радхарани. И кто эта копия, которая является воплощенной формой, она дочит Мои, это Самоши Матря Радхарани. И поэтому Шри Кришна совершает, на самом деле, разатанец самим собою. И поэтому он полностью удовлетворен в себе. И у него ничего не привлекает. Но на самом деле, несмотря на то, что Шри Кришна Адмарам, он наслаждается этой расой. Кто-то также говорил, что Кришна танцует в Сураджагопе и таким образом критикует. На самом деле, это неправильно. Наши Госвами утверждают, что это не происходило таким образом. Раса Лила Кришны, она является Кама Виджая, она является победой над Камой, вочделением. И дается пример, как однажды Кам, Камадев возомнил себя и обрел высокомерие. Что он подумал? Что даже Брахму он смог победить, который Брахму, он устремился за своей собственной дочерью. Или Шиваджи, который бежал за Махини, забыв про свой трезубец, он бежал за ней. Индра, также он был привлечен Ахилией. А Вишвамитра был привлечен Менакой. И когда он услышал звон ее ножных колокольчиков, его аскезы прекратились. Он ушел из медитации и женился на Менаке. И поэтому Камадев возомнил себя, что он является победителем. Но на самом деле не мог достаточно... Единственный Кришна остался, кого он не мог повлиять. Но это было невозможно для него. И он сам вызвал Кришну, говоря, «Я являюсь тем, кто контролирует Вселенную. Ты не сможешь совладать с моими чарами». В Два Пара-йогу, когда будет раса Кришны, я приду, я приду, и я тебя, Кришна, сражу. И Кришна улыбнулся и сказал, «Хорошо, ты думаешь, что ты сразишь меня?» И когда Кришна начал играть на флейте, и Кришна также позвал его, «Камадев, иди сюда! Иди сюда!» И тогда Камадев сказал, «И так же все уже ясно. Посмотри, Кришна, ты танцуешь под полной луной, в Сраджа-Гопи, и вся атмосфера насыщена ароматом цветов. И так все ясно, что у тебя в сердце все окружает тебя вожделением. Как ты можешь сражаться со мной, если ты уже побежден?» И тогда Кришна сказал, «Это просто слова. Сделай первое. Покажи мне свое оружие!» И Кришна обратился к Камадеву. Это первое. Камадев имеет пять цветочных стрел. И Камадев подумал, «У меня пять цветочных стрел, и я использую еще одну для того, чтобы победить Шиваджи и Бракму и других великих личностей. А у меня сейчас пять. Кришна совершенно не имеет никакого шанса». Но Кришна с помощью своего взгляда он посмотрел на Камадева и в тот момент пронзил его сердце. И в этот момент Камадев почувствовал, что он не может использовать свое оружие. Он был совершенно безнадежен, он был очарован и совершенно побежден. И он все-таки подумал, «Все-таки у меня остался один шанс». Когда Кришна покинул Шиматер Адхарани, Камадев подумал, «Теперь это единственный шанс у меня остался, который я хотел пронзить Кришну с помощью Шиматер Адхарани, но на самом деле в тот момент, когда Кришна покинул Шиматер Адхарани, исчез из-за видения взора в Раджа-Гопи, Камадев был совершенно без помощи». Кришна, где описывается влияние этих стрел, которые производятся с помощью прекрасного взгляда Кришны, его прекрасной позы и так далее. И поэтому от взгляда Кришны и от всего, что принадлежит ему, как он идет, как он поет, как он танцует, Камадев был совершенно обезоружен. Он был полностью поражен. Он понял, что в этом урасе танца нет никакого вожделения. Он совершенно потерял свою власть. Камадев обратился к Кришне. «О, Кришна, я хочу Тебя служить и стать Твоей вечной служанкой. Ты единственный, кто мог поразить меня совершенно. Я чувствую себя неоплатно в долгу перед Тобою, что я мог реализовать Твое возвышенное положение. Ты являешься истинным Камадевом, трансцендентным Кубидоном любви». Шри Бхагаван всегда обращаясь, что я принимаю поклонение и также поклоняюсь той пропорции, которую я испытываю к тому, кто поклоняется мне. Но когда Кришна во время расстанца был в совершенно необратанном долгу перед Вараджагопией, он сказал, что если бы у меня была жизнь длиною жизни Брахмы, я бы никогда не смог отплатить свой долг, который я вам должен. И также даже Шанкара был привлечен и стал Гопешваром Махадевы по-боге. Они играли на музыкальных инструментах и участвовали в Росавиле, взирая на нее с небес. Все были привлечены и удивительной лилой Кришны. И поэтому место называется, когда мы пришли, Тхираса Мира, имеется также одна лила, связанная с Гаридасом Пандитом. Вот здесь в Самаде мы находимся, рядом с Самаде Гаридаса Пандита, который являлся Суббал Сакха в Кришной лиле. А когда Кришна пришел в образе читания Махапрабу, он пришел также в лилой Господа, читания в форме Гаридаса Пандита. Когда Кришна, когда читания Махапрабу и Нитинанда Прабу пришли в дом Гаридаса Пандита, он не хотел, чтобы они покидали его. Почему? Потому что он Самсуббал Сакха, который всегда помогает Чингара Лиле, Кришне. Он занимает особое положение в Мадуре Расе. и Гаридаса. Иногда он также выполнял особое поручение Кришны, введя заблуждение Джатилы к телу, делал все необходимое для того, чтобы Радха с Кришной встретиться. Однажды он пришел под предлогом того, что его теленок нечаянно попал во двор Джатилы. А в этот момент, Матет Харани, испытывал очень большую разлуку, потому что Джатила не пускала ее на встречу с Кришной. И поэтому Суббал очень похож на Шиматет Харани. И поэтому, когда он пришел якобы за теленком, и Джатила ему разрешила, в этот момент они поменялись одежду с Шиматет Харани. И поэтому Шиматет Харани переоделась в его одежду пастушка и прижав теленочка к груди, она покинула дом, а Суббал остался в форме Шиматет Харани. И когда Шиматет Харани пришла с теленочком к Кришне и сказала, и Кришна подумала, что это Суббал вернулся, и Шиматет Харани сказала, я не могу ничего сделать, Джатила и Кутила не пускай Шиматет Харани. И Кришна был готов оставить свою жизнь в разлуке. Потом, когда все объяснилось, они испытывали невыкновенное счастье, разлуки. И когда читание Махапрабу пришли в дом Гаридаса Пандита, он не хотел их отпускать. Вера Хан на самом деле это сам Господь, она ничем не отлична. И поэтому читание Махапрабу проявилось в форме читания Махапрабу и он сказал я хочу сейчас тебе оставить в Граха, которая ничем не отлична. И поэтому я могу теперь спокойно покинуть твой дом. Но Гаридас Пандит удерживал его и тогда, когда он удерживал его, он увидел, как в Граха читания Махапрабура учили на покидывают его дом. И он побежал за ними, хотел их остановить. В этот момент, когда он их остановил, он увидел, как читания Махапрабура учили на побежал за ними И это случайно продолжалось. Он бежал вначале за Виграхой, затем за Читания Мохапрабу. И затем Читания Мохапрабу оставил Виграху и оставил дом Гарида Сапандита. Если вы хотите обрести их даршин, вы должны пойти в Амбекакална, в это особое место, где Читания Мохапрабу проявил это божество, гора Нитай. Вы на самом деле думаете, что Господь не слышит вас? Ну, как Дропади звала его? Или как Шабари, которая звала Ширамачандра? Почему? И точно так же, как Гопи зовут Кришну, и одни делают Кришну совершенно счастливым. Кришна танцует о счастье. И точно так же, Кришна, Он не так, Он так, как бы, Он спит для того, чтобы мама еще была счастлива, Его спокойным сном. Также далее рассказывает Паджипаршидар Махарача об истории, связанной с Гопал Гору. Гопал Гору, когда он оставил Джаганатхапури, оставил всю собственность и храм, и за то, что его ученик Тьяья Чандра был очень погружен в Баджан, он, как бы, немножко забыл о своих обязанностях, и через некоторое время царь превозгласил, что это Радаканта храм, и Гамбира принадлежит, не принадлежит им, и что нет бумаг соответствующих, что это является их собственностью. Они не хотели отобрать. И тогда ученики Гопал Горуга с вами очень были обеспокоены, и они начали молиться Гуру Деву. Гуру Дев, пожалуйста, помоги нам. И Читани Махапрабу также находился в Гамбире, это же святое место, как мы можем потерять его? Но Гуру Дев является Нитя, он является Баджан Парая, он является истинным духовным учеником, он необычный, необычная личность. Как Кришна обратился к Удаву, он сказал, что истинный духовный учитель, обращаясь к Удаву, он сказал, что Шастру утверждает, что духовный учитель это Сакшат Харид Татва, он ничем не отличен от качеств Господа. Это сам Господь в косметрированной форме Шри Гуру приходит в материальный мир, чтобы пролить милость живым этого мира. И каждое утро, когда мы поем гурваштакам. Гуру Дева по милости является концентрированной милостью Кришны, и если Вы зовете Кришну из глубины, Гуру Дева, Гуру Дева зовете из глубины своего сердца, и каково могущество? Например, кто-то пришел в Джиганатхапуре и сказал, что ваш Гуру Дев, Гопал Гуру, он совершает Баджан во Вриндаване. И из-за того, что возникла Дхаячандра, и когда услышал об этом, он сразу же пошел во Вриндаван и увидел Гопал Гуру, хотя он оставил материальный мир, вошел в Нитя-Лилу, в Джиганатхапуре, он его обнаружил здесь. И он обратился к Гуру Деву, у нас такая проблема, рассказал обо всем. И тогда Гуру Деву сказал, я войду в дерево, и Вы сделаете из дерева Нима божество Виграха, которое до сих пор существует в Радаканте, в храме в Гамбере. И я являюсь тем, кто подтвердит. Так что, дальше, Шидар Махарадж говорит, как Шила Гурдев однажды писал, хотел написать вступление, я, к сожалению, пропустила именно какой-то шлоки. Шидар Махарадж, это произошло, что во сне к нему пришел его духовный учитель, и он объяснил ему все. И кто-то сказал утром, что он всю ночь говорил во сне, и Шила Гурдев сказал, что я всю ночь общался со своим Гурдевом, Шидар Махарадж. Почему? И он дал ему наставление, и точно так же он дал наставление, наставление его духовного учитель. Шидар Махарадж также пришел в сон нашего Бахти Прагиана Кеша Госвами Ахараджа и сказал, что для проповеди ты должен принять саньяс и широко проповедовать миссию читания Махараджа. Ты не должен медлить, и Бахти Прагиана Кеша Госвами Ахараджа, следуя его наставлению, он принял саньяс, и то, что далее произошло, мы знаем, как он широко проповедовал. И то, что прозвучила Вама Нагосвами Ахараджа, как его духовный учитель Бахти Прагиана Кеша Госвами Ахараджа.